Они возвращают бойцам имена. Круглый год поисковики едут на места крупных сражений, чтобы отыскать и поднять из земли останки солдат, павших в годы Великой Отечественной. Безымянных, но незабытых. В поисках сведений о своем дедушке, участнике войны, воскресенский краевед Евгений Соловьев отправился в свою первую в жизни поисковую экспедицию в Парфинский район Новогородской области. Значит, основной задачей найти какие-то сведения о каждом отдельном солдате, который погиб там. Но, к сожалению, вот этого, в общем-то, очень редко получается, поскольку все сведения о них, находящиеся специально в таких космосовых капсулах, они практически не сохраняются. Статистика последних лет такова, что из 2200 найденных солдат опознано лишь всего 35. Но даже несмотря на такие более чем скромные показатели, поиски продолжаются. Ведь для родственников погибших весточка с того света больше, чем просто подарок судьбы. Но, если вы видели, как были счастливы родственники, когда я присутствовал в этом захоронении, и когда им вручали памятные рамки, вот эти семидальоны, лица их светились на части. Они, ну, наверное, больше таких чувств никогда не испытывали. Евгений Соловьев рассказал школьникам о плане Барбароссы, который с треском провалился, в том числе благодаря Демянской операции. Наша армия Северо-Западного фронта окружила мощную группировку противника в районе поселка Демянск. Так, вблизи деревни Пустыня ожесточенные бои шли почти 9 месяцев. Среди поисковиков ходят легенды, что до сих пор в этих местах можно услышать выстрелы и стоны солдат. Был такой Исрафил Мамедов. Он был лейтенантом, он оборонял деревню Пустынька. Но, тем не менее, он сам лично убил 70 фашистов и трех офицеров. Можете себе представить. Один человек столько уничтожил. Остался жив, прошел всю войну и в 1947 году умер в возрасте 27 лет. Герои Северо-Западного фронта не брали города, не освобождали Европу. Но их вклад в общую победу неоценим. Все самые передовые дивизии, которые фон Лейпина привел, все были скованы здесь. И именно они, именно бойцы Северо-Западного фронта не дали этим дивизиям идти на Москву. Там осталось лежать миллион наших бойцов. Миллион, вот представляете сколько. И все не захоронены. И среди этих солдат есть и наши земляки. Даже по самым скромным расчетам, работы поисковикам хватит лет на 10. Ведь пока не предан земле, последний погибший солдат, война не окончена. Например, я вот не знал, что очень много людей погибало и большинство не найдено было. Они сражались, отдали все свои жизни, пожертвовали своим будущим ради того, чтобы будущие поколения жили в мире спокойствии. И самое главное, для чего это нужно? Чтобы люди впредь не допустили подобных действий. Анастасия Малахевич, Александр Катаева, Максим Волнов. Новости Искра ВЭКТ.